не так давно если вы смотрите это видео на патреоне декораторы наконец-то взяли stage 3 stage 3 на этапе развития tc-39 proposal означает что почти с большой вероятностью никаких значительных изменений при переходе в стандарт stage 4 это готова к включению к следующему стандарту не будет поэтому давайте сегодня сделаем небольшой экскурс в историю развития декораторов и попытаемся понять почему же это заняло у них 5 лет и заодно поговорим как выглядели и как выглядят декораторы итак начнем мы с тайп скрипта который имплементирует достаточно древнюю спеку декораторах когда они были еще на stage 1 и собственно играться практически везде мы будем с вот таким вот кодом то есть оборачиваем в декоратор класс свойства метод getter и setter при этом сразу хочу обратить внимание TypeScript нам скажет что если мы повесим и на get и на set что декоратор нельзя нельзя повесить одновременно и на get и на set ладно запомнили запускаем ран и нас интересуют вот эти логи выводы декораторов что же получает на вход декоратор во первых мы видим последовательность вызова декораторов давайте мы чтобы было интереснее даже сделаем вот так декоратор location возвращаем функцию так location у нас будет строкой и здесь сделаем location класс чтобы мы видели какой какой декоратор в каком порядке вызывался до сделали замыкания декоратор пропортием декоратор метод и декоратор сектор так вроде все жмем ран где где кнопочка очистить у нас есть это кнопочка f5 logs ран и так вначале как мы видим вызвался декоратор вот здесь что в него пришло а пришло и это в соответствии со спецификацией декораторов нам пришел таргет на чем мы вешаем декоратор причем это может быть теоретически что угодно но давайте для простоты считать что это объект имя свойства это строка очевидно и дескриптор дескриптор похож на свойства на то что вы передаете в object defined property то есть writeable and enumerable configurable и здесь мы можем творить что хотим а именно можно мутировать таргет можно мутировать дескриптор то есть мы можем сказать что ага сделай вот это в поле в которые был в котором у которого передан декоратор допустим не в writeable или сделай не enumerable или передать на нем создать на нем getter и setter ведь это же тоже составная часть define property сразу становится понятно почему typescript стал плакать когда мы повесили декоратор и на get и на set это один и тот же декоратор повешены два раза на одно поле ага разъяснилось почему эта штука которая позволяла делать все и если вы сталкивались и использовали декораторы для этого с большой вероятностью вы сталкивались именно с этой спецификацией и она действительно могла все дело в том что когда разработчики в частности браузеров рассматривают какие-то новые аспекты языка они задают вопрос про производительность но даже вынеся за скобки аспект производительности я хочу сказать что вот подобные декораторы офигеть какая неявная штука почему вызывая декоратор на методе м наверное мы ждем что он сможет изменить ну там сделать что-то с методом м но на вход декоратора метода как мы с вами видим подается весь таргет целиком весь объект и это означает что у нас мы можем делать абсолютно все что захотим ну перед сюда передается прототип конечно же мы можем делать абсолютно все что захотим мы можем модифицировать добавлять новые поля менять что-то то есть декоратор висит на m или на x а страдает от него весь класс c мощно да не очевидно нифига не очевидно и это не очевидность если на этапе разработки мы можем поговорить про нее как про вопрос веры типа ну мы обещаем что наши декораторы будут вести себя хорошо и не делать ничего противозаконного то с точки зрения производительности браузера мы упираемся в катастрофу почему браузеры работают с я понимаю что вы привыкли что у нас всегда сбилдены коды и так далее но реальность же браузеров совершенно другая мы работаем по файлово и в итоге представьте себе что наша функция декоратор экспортирована из другого файла чтобы понять какой формы да то есть какие поля будут и так далее будет итоговый класс c браузер должен прекратить по сути обработку текущего файла полезть подключить разобраться а что там за декоратор а здесь же может быть как мы выяснили любая грязь после этого вернуться и в итоге это все напрочь убивало вот эти очень фундаментальные оптимизации джаваскрипта скрытые классы еще что-то на которые сделали джаваскрипт таким быстрым каким он стал то есть вот это вот проблема слишком много много вседозволенности декоратора в таком виде и привела к тому что эта спецификация объективно не имела шансов стать стандартом ребята на это посмотрели и внесли новую специфика сюда которая попала на стейдж 2 она реализована в бабеле мы берем абсолютно тот же код и да посмотрите сколько 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 грязи выполняется давайте только я лузу место и да вот посмотрите сколько у нас казалось бы немножко кода а сколько хелперов пришлось да написать но нас пока что это сильно не интересует вместо этого галочка evaluate стоит да открываем devtools и видим давайте сделаем тот же финт ушами с декоратор локейшн ритюрн вот это локейшн вот так и здесь будет декоратор пропорти декоратор метод декоратор класс в декоратор класса в тайп скрипте просто приходит весь класс целиком я поэтому на нем даже останавливаться не стал декоратор кеттер и декоратор сеттер вот так и вот мы видим в консоли что выполнялось обратите внимание теперь в декораторы приходят три поля все два поля value текущее значение декоратора и контекст value к примеру вот у нас мы вы видим что вы первым вызвался давайте очистим и еще раз запустим вот первым вызвался декоратор метода м видим что ему при нам пришло value это функция то есть сама функция м интересно если я здесь напишу я ее увижу в консоли да вот видите пришла функция сама первым аргументом и контекст контекст это специальный объект который содержит определение декоратора вот собственно у нас поле kind это метод поле функция get metadata позволяющий получить информацию о декораторе set metadata установить ее чтобы сохранить какую-то является ли является ли является ли статичным и так далее здесь вы обратите внимание что не можете уже изменить казалось что-то за пределами то есть к примеру в декораторе метода нету ссылки на сам класс и это прекрасно это существенный шаг вперед вместо этого если вы хотите подменить реализацию метода вы ее просто возвращаете из декоратора как пример но есть еще один важный момент поле контекст мутабельно то есть вы можете превратить что-то из вот у нас есть kind field из филда в метод и поменяв поле из static превратить элемент из из не статического в статический и так далее то есть теперь у нас вы мы получили лишили возможности совсем уж вмешиваться в поле в класс но мы получили возможность используя вот это поле контекст которое приходит вторым аргументом и то что нам мутабельно двигать нашу вещь над которой был вызван декоратор совершенно разными способами хорошо ли это ну согласитесь получить на вход поле которое становится методом выглядит это ужасно плюс у нас все еще возникают определенные проблемы к примеру с геттерами вот я хочу написать условный декоратор реактив к примеру который делает переменную пи давайте даже не переменную пи с переменной ну не спорим пи а вот метод м реактивным что это означает это означает что когда мы выполняем какие-то действия выполняются какие-то еще действия допустим обертка мы это можем сделать можем а вот с полем мы не можем это сделать потому что все что мы можем превратить поле в метод ну согласитесь так себе и так далее то есть мы получили ограниченную штуку которая сильно мешает нам во-первых браузером все еще очень тяжело из-за того что вот этот контекст у нас позволяет позволяет перекинуть поле из ниоткуда в никуда и все еще очень и очень больно в этом контексте и так какие же изменения вошли в стейдж 3 javascript decoraтор.org проползал execute обратите внимание кода стало по-моему меньше ну ладно его стало больше но он стал красивее оформленный более понятным кстати о птичках и смотрите что у нас здесь происходит декоратор call property value у него изначально undefined и приходит вроде бы точно такая же конструкция kind field name p is static false is private false get ну то есть синтаксис уже синтаксис не поменялся кроме того что то теперь мы не можем менять положение то есть мы не можем модифицировать модифицировать поле kind оно стало redone по-моему это прекрасно мы все так же можем модифицировать декораторы возвращая новые значения и для того чтобы у нас вот у нас собственно да красивые есть красивое описание вот у нас приходит параметр какие у нас приходят kind какие name какие вот access get set методы все достаточно очень хорошо описано так вот вернись здесь я все прощу еще одним в одной вещью которая появилась в этом проползали появилась новое ключевое слово собственно сейчас хочу его показать прям аксессор что оно делает мы можем сбросился ладно давайте я ставлю декоратор только на поле потому что мы чтобы а слушайте обновился спасибо смотрите раньше у нас вот вызывалось на property и более было kind field name p и так далее теперь если мы напишем правильно слово accessor то обратите внимание как тип поля p магическим образом сменился на accessor а в value пришел объект с полями get и set фактически фактически ключевое вот это новое ключевое слово accessor позволяет нам не писать руками условно get p return this p допустим set p value this p равно value и вешать декораторы на getter и setter то есть мы говорим эй вот это у нас поле это просто филд но мы хотим иметь возможность при изменении или при получении этого филда выполнять какие-то действия поэтому пожалуйста сгенерируй для нас магически вот этот тривиальный getter и setter я думаю собственно вот мы в коде его можем найти вот они да то есть создается новое приватное property его имя нам не важно и мы никак его не узнаем на то они приватные property и создаются вот такие абсолютно тривиальные getter и setter и таким образом мы можем решить нашу задачу которую мы не могли решить нормально в рамках stage 2 предыдущего пропозала что мы можем превратить поле класса по сути это продолжает выглядеть с точки зрения синтаксиса как поле класса и мы его превращаем в набор getter и setter очень нужный важный сахар который при этом не разрушает оптимизации браузеров потому что браузер может гарантировать и более того генерировать вот это getter и setter здесь на своем уровне он абсолютно уверен что у них нет побочных эффектов и так далее и тому подобное и таким образом заниматься оптимизацией собственно за время своего пути со stage 0 декораторы пока что лишились возможности к примеру декорировать функции но я считаю что текущее решение декораторов это классный компромисс между прям супер возможностями декораторов которые были в stage 1 и которые сидели в TypeScript сидят до сих пор которые позволяют вам делать все что угодно и между понятностью предсказуемостью управляемостью вашего кода и его перформансом декоратом 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 декоратом